Продолжаем выпуск. Волгоградские полицейские по итогам работы сегодня прочно удерживаются на первом месте в общероссийском рейтинге стражей порядка. Это при том, что в ведомстве с начала года проходит переаттестация сотрудников. Более трех тысяч человек в ходе реформы были сокращены. О результатах реформы и о том, что теперь представляет собой структура регионального управления МВД, сегодня на встрече с журналистами рассказал главный полицейские области. Все подробности у Максима Акманцева. На вчерашний день переаттестация вчерашних сотрудников милиции полностью завершена. Реформирование системы привело к серьезным, если не сказать революционным, изменениям. На встрече с журналистами главный полицейский Волгоградской области представил своих новых заместителей. Их теперь трое вместо восьми. Начальник полиции, начальник следственного управления и заместитель по общим вопросам. Реформа затронула и отделы внутренних дел на местах. Их число существенно сократилось. Из 22 подразделений мы сделали 11. Вот вдумайтесь, было 22 подразделения, стало 11. Мы объединили ряд райотделов и сделали межмуниципальные подразделения объединенные. Уменьшилось число отделов, уменьшился и численный состав стражей порядка. Под сокращение попало 22% милиционеров. Это свыше 3000 человек. Естественно, что такие изменения не могут не сказаться на условиях труда. Прошедшим переаттестацию приходится работать, как говорится, за себя и за того парня. При этом заработная плата сотрудников областного управления МВД выросла. За первое полугодие 2011-го на премирование волгоградских полицейских было потрачено более 23 миллионов рублей. Что за этим стоит? За этим стоят конкретные сотрудники, их более 9 тысяч в этом году, которые получили денежные премии за непосредственное участие в раскрытии и расследовании преступлений. Эта система поощрения активно работает, система стимулирования, система мотивации личного состава на честную, активную работу по всем направлениям. Показатели работы полицейских могли быть еще выше, если помочь ведомству с техническим оснащением, заметил Кравченко. Так, например, в Волгограде сегодня насчитывается около 80 камер видеонаблюдения. Для сравнения, в соседнем Ростове их больше тысячи, а, например, в Лондоне и вовсе несколько миллионов. Эта техника лучше любых свидетелей, помогает в раскрытии преступлений и поиске правонарушителей. Максим Акманцев, телекомпания «Ахтуба», при содействии Пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.